Реликтовое излучение. Курс Олега Верходанова на постнауке. Старт. О реликтовом излучении приятно говорить, потому что оно есть везде, потому что все про него слышали, не все про него знают, но хотят узнать, потому что оно связано с самым главным, как появилась Вселенная. Оно связано с тем, что сейчас происходит и может быть что-нибудь скажет о том, что будет в дальнейшем. Сразу враньё. Товарищ Верходанов говорит, что реликтовое излучение может нам рассказать о том, как появлялась Вселенная. Враньё фундаментально уже на уровне названия реликтовое излучение. А реликтовое – это что-то древнее, намёк на древность. На самом деле это никакое не древнее излучение, это обычное современное излучение, оно фиксируется во всех направлениях, никакого отношения к прошлому оно не имеет. Вот представьте, если бы до нас доносились, или кто-то бы серьёзно воспринимал крики каких-нибудь животных из мезозойской веры. Мы говорили, это реликтовые крики, мы их изучаем и так далее и так прочее. Они нам рассказывают о мезозойской вере. Понятно, что это всё нелогично. Любые колебания и так далее и так прочее, они прекращаются, гасятся и и ничего подобного мы не можем ни в какой форме сейчас фиксировать. Так вот, люди не могут сосредоточиться в плане реликтового излучения и выдают современное явление за якобы дошедшее сквозь глубины веков до нас и так далее и так прочее. То есть врунишка. Товарищ Ревьер Хаданов врет на пост науки на официальном канале, обманывает доверчивых детишек. Продолжен. И само открытие реликтового излучения показало, как родилась Вселенная. Потому что реликтовое излучение рассказало, что Вселенная была горячей и уже само его существовало. То есть, просто враньё и сейчас рассказ про горячую еще Вселенную. У нас Вселенная была горячей. Вот на базе несуществующей логической связи у нас уже конкретный пакет сведений о том, какая была Вселенная. Ребята пытаются натянуться в луноглобус, они пытаются нам рассказать, что Вселенная появилась в результате большого взрыва, что технически невозможно. Вселенная не появлялась. Вселенная в комплекте пространство плюс материя была всегда, это бесконечно долго и нету такой точки, когда бы она зародилась. Потому что та часть Вселенной, которая является пространством, зародиться не могла в принципе. Это стабильный, не меняющийся, не воскресающий, не угасающий объект. У него нет таких свойств. Это объект, который есть всегда. Он определяет нам трехмерность нашего мира. И материя, которая переходит в рамках этого пространства из одного состояния в другое, но она в комплексе совокупно никогда не зарождалась, никогда не исчезнет. Это постоянное явление, которое мы можем фиксировать. Никакой связи физической между материей и пространством, что пространство состоит из материи или материя состоит из пространства. Вот такой путаницы, наука не зафиксирована. Это факт, что это отдельные понятия, отдельные объекты никак друг на друга не влияют. Верходанов представляет из себя такого мошенника, который транслирует бред. Продолжим. У него есть четыре маленьких теста, фактически пять, потому что один из тестов — это вычисление формулы, которая описывает его свойства. Первое. Есть ли реликтовое излучение? Есть. Второе. Является ли оно чернотельным? Если это реликтовое излучение, оно должно быть чернотельным. Потому что фотоны в самую раннюю эпоху, когда они родились после аннигиляции частиц и античастиц... Вот фотоны в самую раннюю эпоху, когда фотоны рождаются и сейчас, сходят с материи. От ранности эпохи это не зависит. Вам может прийти свет из далекого уголка Вселенной. Может прийти. Но это никак не связано с каким-то фантастическим большим взрывом. То есть, тотальное вранье и обман детишек. 180 тысяч лет поглощались и переизлучались, и приобрели настоящую чернотельность. Единственный в нашей Вселенной объект, который имеет чернотельный спектр, то есть его температура соответствует абсолютно черному телу без излучений, в линиях без поглощения, а именно настоящему тепловому излучению — это реликтовое излучение. Солнце имеет линии поглощения, абсолютно черное тело, если мы краской закрасим, тоже имеет линии поглощения, отличающие его от черного тела. А реликтовое излучение не имеет. Может быть, там что-то есть, но на таком слабом уровне, именно что-то есть с первичными молекулами, но на таком слабом уровне, что, наверное, в ближайшие лет 20 мы это точно не увидим. Нет оборудования, которое зарегистрировано. И вот проверка на то, что чернотельное излучение — это свойство того, что мы называем реликтовым излучением, была настолько важна, что за это подтверждение Джону Маттеру присудили Нобелевскую премию. Открытие реликтового излучения — Нобелевская премия. Открытие того, что оно чернотельное — Нобелевская премия. Третий тест. Если там неоднородности, если это чернотельное реликтовое излучение, если мы существуем, существуют структуры галактики, скопления галактик, и мы там маленькие такие внутри нашей галактики существуем, то должно это отразиться в распределении абсолютно однородного излучения по всему небу. Если это есть, то это еще одно из подтверждений того, что реликтовое излучение имеет отношение к эпохе Большого Взрыва. Причем не просто. То есть, фундаментальна попытка притянуть реликтовое излучение к Большому Взрыву. Связь логическая полностью отсутствует, современные явления выдают за реликт. Посмотрели три минуты — это не связанный логической основой бред. Сам ролик 2 часа 51 минута. Ребята, Верходанов, Олег Верходанов — это не ученый. То, что он транслирует — это лженаука. Смотреть дальше — это издевательство над мозгом. Пожалуйста, не тратьте время на таких товарищей. Правым данным не разумом записываю Олега Верходанова в научные мошенники. Это несостоятельная информация, то, чем он занимается, лженаука. С вами был Виктор Катючев, телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь, ставьте лайки, разносите нашу информацию. Псен. Псен.